Здравствуйте! Новости на телеканале Хабар. В студии Жанна Ситхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. На сайте Аккорды опубликован анонс предстоящих мероприятий, участие в которых примет глава государства. С 21 по 23 апреля Касым Жумар Тукаев в Астане проведет встречу с президентом Республики Корея Мун Джейн. В Казахстан он совершит первый государственный визит. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, а также актуальную региональную и международную повестку. 24 апреля Касым Жумар Тукаев проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибудет в Казахстан с официальным визитом. Программа встречи предполагает обсуждение ключевых вопросов казахстанско-венгерского сотрудничества, а также международной проблематики. Центральная избирательная комиссия утвердила новый состав лингвистической комиссии. Об этом, в частности, стало известно на открытом заседании ЦИК, на котором побывала наш корреспондент Динара Жамбатырова. Она выходит на прямую связь со студией. Динара, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Жанна. Недавно завершилось открытое заседание Центральной избирательной комиссии, где были рассмотрены три очень важных требования кандидатов в президенты Республики Казахстан. Потенциальный президент должен уметь грамотно читать, писать, излагать свои мысли и выступать публично на казахском языке. Поэтому для кандидатов будут организованы экзамены, на которых будет определен уровень владения госязыком. Кандидаты в президенты будут писать эссе, публично выступать и читать предложенные лингвистической комиссии текст. Кстати, комиссия уже утверждена и состоит из пяти человек. Следующее важное требование – это налоговая декларация. Кандидат в президенты должен показать все свои доходы и доходы своего супруга или супруги в том числе до истечения срока регистрации, то есть до 11 мая. Кроме этого, будущий президент должен быть здоров. По этому поводу предлагаю послушать интервью вице-министра здравоохранения Лизы Атактаевой. В постановлении Центральной избирательной комиссии приказом министерства здравоохранения утвержден перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидата в президенты Республики Казахстан. Эта перечень состоит из 107 психических заболеваний, проявлением которых является значительное нарушение интеллекта, памяти и представление опасности как для себя, так и для окружающих. Еще хочу отметить, что медицинская справка выдается в течение трех дней, действительно, во время всего срока выборной кампании. На этом у меня все. Жанна. Спасибо, Динара. Продолжаем выпуск. Решение о проведении президентских выборов в Казахстане комментируют международные эксперты. Вот что по этому поводу говорит глава Центра международной политики и безопасности Азербайджана Эльхан Алискеров. За прошедший период Казахстан показался динамично развивающимся и экономически состоявшимся государством не только в Центральной Азии, но и на всем мировом пространстве. Результаты, которые Казахстан имеет, обнадеживают, что после президентских выборов Казахстан будет развиваться в дальнейшем динамично и сильно, как это было до этого. Конечно, реформирование политической системы – это серьезный вопрос. И все те изменения, которые состоялись, они произошли мирно. Решения о проведении досрочных президентских выборов очень важны и нужны и с политической, и с социально-экономической, и с исторической точек зрения. Оно продиктовано самим временем, так считает ректор университета Дарья Кожамжарова. Самое главное – это мир и спокойствие в нашей стране. И на предстоящих выборах мы должны в очередной раз продемонстрировать мировому сообществу свою приверженность к демократии, открытость и транспарентности, говорит академик Национальной Академии Наук. Чтобы в стране была установлена легитимная власть, должны проводиться выборы, отражающие волеизъявления народа. Хочу еще раз повторить, что эти выборы в Казахстане должны проходить в соответствии со всеми нормами законодательства. Поэтому думаю, что они пройдут честно и открыто. С выше 100 дач затопило в поселке Заречный вблизи Петропавловска. Вода в реке Есиль продолжает пребывать. За последние сутки ее уровень повысился на 12 сантиметров. До критической отметки есть еще 2 метра. На опасных участках дежурят спасатели. Там же сосредоточена спецтехника. Участки в пойме Есиля топят уже не первый год. Большого паводка в регионе в этом году не ожидают. 23 апреля ожидается новая волна сбросов в Сергейское водохранилище. Мы проводим соответствующую разъяснительную работу. Население и собственники дачных участков ежегодно с этой проблемой сталкиваются. Мониторим ситуацию, работаем в круглосуточном режиме. Тем временем в Казахстане ожидаются осадки на большей части территории страны. Синоптики прогнозируют туман, грозу, гололед, усиление ветра на юге град. На столицу сегодня брушилась метель. Сегодня движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта закрыто в Карагандинской области. Возвращение зимы связано с прохождением на территории страны холодных атмосферных фронтов. Такая погода установится на несколько ближайших дней. Эксперты Международного страхового агентства КОФОС оценили риски экономик стран Центральной Азии. По их подсчетам объем мировой торговли снизился на 2,3%, а мировой ВВП сократится почти на 3%, что ниже уровня прошлого года. На этом фоне ожидается повышение и стабилизация цен на нефть, что положительно скажется на экономике нефтедобывающих стран. Наименьшие риски аналитики КОФОС видят в Казахстане. Я думаю, что основа – это то, что меняется бизнес-климат. Казахстан уже стал примером. Я думаю, что эта страна продвинулась дальше других по уровню улучшения деловой среды. Одновременно в части юридических, административных вопросов. Это очень важно. Инфраструктура, налоги, образование, медицина – все эти элементы важны. 30% студентов Западно-Казахстанской области предлагают взятки преподавателям. Такие данные собраны по итогам анонимного анкетирования. В нем приняли участие более 2000 человек. Сумма взятки варьируется от 5 до 200 тысяч в тенге. Опрошенные утверждают, платить в УЗИ приходится за все, начиная от сдачи зачетов до получения места в общежитии. Всего из опрошенных 30% учащихся сказали о том, что они сами являются инициаторами дачи взяток. 13% опрошенных сказали о том, что инициаторами получения взяток являются преподаватели. Около 9% учащихся указали на то, что инициаторами дачи взяток являются их родители. Фактор, который очень настораживает. Молодые ученые из семи стран собрались на международной конференции в столице. Доклады 160 исследователей с разных аспектов раскрывают тему конференции «Молодежь в великой степи. Историческая миссия и формирование нации единого будущего». Возраст докладчиков не превышает 35 лет. Несмотря на это, многие из них являются авторами серьезных работ. В гастроли по стране отправляются казахстанские айтыскеры. Творческий тур мастеров поэтических состязаний стартует уже на следующей неделе из Талдыкургана. Выступления запланированы в 22 городах республики. В рамках программы, которая будет включать в себя элементы шоу, зрители смогут послушать популярных акынов. Особый сорт тюльпанов будут украшать столичный ботанический сад. Туркестанская область преподнесла столице тысячу краснокнижных цветов. В степях республики встречаются 32 вида тюльпанов. 12 из них являются эндемичными, то есть растут только у нас. Побывать на Марсе легко. Посреди пустыни Гоби открылась база, где созданы марсианские условия. Комплекс состоит из девяти модулей, включая жилые помещения, диспетчерскую, теплицу и воздушный шлюз. Участники космического лагеря в скафандрах ходят в походы. Пустыня Гоби для возведения базы была выбрана не случайно. Скалистая местность, а также неприветливая погода усиливает погружение в атмосферу межпланетной экспедиции. Космические исследования – тема очень далекая от жизни простых людей. Мы надеемся, что подобные базы позволят им ощутить дух исследований, а не просто познакомиться с технологиями. Хотим вдохновить молодежь поднимать глаза к звездам и стремиться к своей мечте. Наш выпуск завершен. А сейчас прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok